Вторая история. У меня много знакомых, которые занимаются здоровым образом жизни, и я среди них нахожусь. Ну и я для них не авторитет, сразу скажу. Несмотря на то, что я дал книги, канал то-сё, они там смотрят иностранных авторов, что-то там выискивают по питанию или ещё почему-то. И знаете, мне там рассказывают о каких-то второстепенных вопросах в питании, которые, знаете, ну не важны, есть ли там бургеры или не есть бургеры эти там, от них там поправляется или не поправляется. Ну и другие вещи более важны для того, чтобы оставаться здоровым, для того, чтобы оставаться стройным. Надо несколько иное изучать. Так вот, очень мало людей, которые могут из всего этого вот моря, которое тут сейчас расплодилось в невероятном количестве в виде тут различных блогов, сайтов и прочей-прочей-прочей заманухи, отобрать истинно то, что работает, что вы можете применить. Для этого надо понимать, разбираться в механизмах действия. Вот если разбираюсь в механизмах действия того же дыхания, я понимаю, как оно действует в том или ином случае и зачем его применять. Голодание на практике эту, науку, штудировал и в теории, и в практике. Я разбираюсь, где там, как лучше выйти, как войти. Все это для различных людей, по-различному совершается. Естественно, питание, для чего, что, как и так далее. Слушают кого угодно, читают это там, восторгаются. Я смотрю, а там восторгаться-то нечем. Знаете, можно вот какую-то проблему так ее раскрутить, что вот она будет вот такая вот. А на самом деле она дутая и ничего такого положительного, позитивного не имеющая. Так, знаете, вот есть как бы сообщение, однодневки. Как про этот витамин D. Вот, знаете, надумали его производство делать по-новому, якобы мицеллярные. Самая у нас мицеллярная, мицеллярная, это наша моча. Для того, чтобы она находилась в жидком состоянии, в ней имеется как раз мицелла. Это так, для справки. И вот это все муссируют, и прут, 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 прут. Будь-то больше ничего важнее нет. Что, мол, все упирается, вот это ты съел, и будешь там здоров. Смотрю на все это. Когда ты соображаешь, понимаешь, вот эти механизмы действия. Причем механизмы действия надо рассматривать, вот, если взять вот эти все, знаете, последние вещи, это, значит, вот борьба там с вирусами и так далее, как он действует. Все норовят рассмотреть с уровня клетки. Вот в клетке он там к тому присоединился, к всему присоединился и так далее. То есть, и получается у человека такое представление, что, грубо говоря, все мы одинаковы. Но практика показывает, что, да, многие люди заболели, а есть люди, которые не заболели. А в чем причина, почему они не заболели? Что, вирус на них не действует? Явно действует. А вот когда в целом мы рассматриваем, особенно, почему вот в осенне-зимний сезон начинается вот это вот ОРВИ, воспаление там легких, горла. Короче, бронхолегорочное заболевание. Почему они обостряются вот в осенне-зимний период, зимне-весенний период? Потому что много влаги. Ну и что, что много влаги? Она на всех действует. Много влаги. Но! И вот тут-то, когда мы рассматриваем организм человека в целом, то, оказывается, многое зависит от того, от его образа жизни. И в частности так рассмотрим, от питания. Вот если человек, ну просто-напросто, мы считаем, что это нормально, употребляет разного рода продукты, допустим, одни там больше молочного, другие там меньше, третьи еще чего-то, еще чего-то. Короче, в их организме с помощью вот этих всех условий, образа жизни, образ жизни, я еще разок вам скажу, он подразделяется на наше мышление, это самое главное, как мы мыслим, с чем мы мыслим, привычки наши и так далее. Далее. Значит, это идет двигательный режим. Насколько мы движемся, насколько нужна потребность в пище, в той же. Двигательный режим. Насколько у нас тут будет идти кровообращение. Будет оно помогать сердцу или не будет. Будет оно заставиться, не будет. Вот если я так буду сидеть там днями и часами, естественно, у меня кровообращение у здорового человека, оно уже нарушится. Как оно нарушается у дальнобойщиков? Они сидят часами за рулем. Естественно, передавливается, а потом у них возникает там варикозное расширение, венги, морой или еще какая-то ерунда. Итак, двигательная активность. Далее. Распорядок дня имеет большое значение, чтобы вы смогли вписаться в космические ритмы, которые заведуют работой наших органов, их неактивности. У нас не работает сразу все, чтобы у нас, знаете, этот грубарый хрен стоял, и мы с вами там жевали, и еще там гантели поднимали, и еще что-нибудь сделали. У нас все идет постепенно. Сначала включаются одни органы, допустим, толстый кишечник, чтобы все это выделилось. Затем включается у нас там желудок. Далее у нас включается тонкий кишечник. А потом уже пошло все там на усвоение и выделение. А мы в это время, когда идет усвоение и выделение, мы наоборот нагружаемся. На ночь, еда на ночь, и плюс запивание. Вот если бы мы тот же, грубо говоря, кусочек хлеба взяли и прожевали, мы бы его съели одно количество. А когда мы его с чаем, как раз я ехал, и сегодня по радио передавали там, говорит, самая вредная еда – это чай. Потому что к чаю хочется пироженька, хочется там, допустим, бутемброденька, хочется там колбаски, хочется там еще чего-то, еще чего-то. И все. А мы же просто смачиваем, а не обрабатываем слюну и переедаем. Вот вам причина образования слизи. Поэтому в современном обществе большинство людей немножечко отвлекся. И, наконец-таки, последнее – это питание. Это питание. Питание, которое помогает строить тело. И с помощью пищи мы приспосабливаемся к окружающей среде. Об этом практически никто не говорит. Очень мало людей. Очень и очень. Вот как-то я это вот ясно осознал и сказал одним из первых, что вот это да, что с помощью пищи мы не просто питаем себя, а пища идет на построение нашего тела. И в зависимости от того, какая-то пища здесь, если она выращена, она уже приспособлена к этой среде. Если она в теплице выращена, она уже к тепличным условиям приспособлена. И мы, поедая те помидоры и огурцы, мы уже строим совсем иное тело, чисто с информационного уровня, которое уже не вписывается в эти все информационные процессы, которые на этом участке. Уже какой-то дисбаланс и пошло-поехало. А тем более там бананы едим откуда-то и так далее. Так, на чем там я, значит, остановился? Вот это я вам образ жизни, значит, рассказал. Растекся я по древу. Так вот, в зависимости вот от слаживания вот этих вот факторов, из которых слаживается образ жизни. Образ жизни. Он может быть как здоровым, так он может быть и разрушительным. У человека создаются уже условия, накапливается слизь и прочее, прочее. Что такое слизь? И что такое микробы? Микробы помогают организму, вот та слизь, которая накопилась где-то у него там, ее разлаживать и выводить из организма. При этом, естественно, возникают разного рода воспалительные реакции. Слизь накапливается где у нас? Обычно, как она выделяется? Она выделяется через легкие бронхи, носоголодку. Все, вот тут она, смуркая-вшмуркая. И как только этой слизи становится больше, и как только сезон становится влажным, внутренняя слизь на внешнюю слизь, и все, и люди заболели. Кто более-менее ведет иной образ жизни, и у него организм не ослезняется. И, естественно, он не будет болеть. Вот и все. То есть, мы смотрим не в ту сторону, мы думаем, что прививки, сделанные 100%, они нас защищат. Пытаются защититься на уровне иммунитета, как говорят. Позвольте, над этим иммунитетом стоит у нас такая функция безалаберного питания, которая делает наш организм таким местом благоприятным, где может поселиться и развиваться инфекция. Поэтому, хоть все мы сделаем, если мы не изменим образ жизни, а будем также трескать колбасу с хлебом, а сейчас еще сало добавится, бутербродики с маслом, и все это с чаем, с чаем, с кофе и так далее. У нас толком ничего не будет. Вот это обращение, которое я сейчас делаю, это для умных людей, для понятливых людей, которые понимают, о чем речь. Не вот это вас защитит, что вам там вколят, вы думаете, нас защитит. Нет. При вашем питании вы как болели, так и будете болеть. При вашем образе жизни вы как будете болеть, так и будете болеть. А защитит именно грамотная работа над своим образом жизни. Вот. Поэтому учитесь понимать, что вам говорят, разбираться в важности информации и брать то, что, ну, как бы сказать, очищать вот это все это, знание от вот этой всей шелухи. Вот тогда будет здоровье, вот тогда будет нормально, тогда вы ни в чем не будете нуждаться, в смысле медикаментов. В противном случае, огромное количество сейчас этих медикаментов, бизнес. Вот что я вам хотел сказать. Учитесь отличать достоверную, нужную и правильную информацию и выделять ее по степени важности. А не то, что там маленькая какая-то ерундушка, о-о-о, вот это вот зашибись. А то, что, грубо говоря, реально работает. Никто ничего не говорит. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.